Здравствуйте на канале Антенна 7 новости. Смотрите сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в Доме журналиста рассказали об изменениях в законе о занятости населения. Поправки были приняты 3 октября. В основном нововведения коснулись граждан предпенсионного возраста. Любовь Федорова продолжит. Согласно пенсионной реформе, с 1 января 2019 года предпенсионный возраст для женщин будет наступать в 55 лет, для мужчин – в 60. В связи с грядущими изменениями уже внесены поправки в закон о занятости населения. Если человек по каким-то причинам остался без работы, трудоустроиться снова бывает непросто. Поддержку в этом случае обещают оказать на бирже труда. Первым делом безработного поставят на учет и назначат ежемесячное пособие. Сегодня это от 850 до 4900 рублей. Однако в правительстве обещают, что с 1 января размер социальной выплаты изменится. Безработные смогут получать от 1,5 до 8 тысяч рублей ежемесячно. А для предпенсионеров размер пособия будет назначаться индивидуально. По ним с 1 января планируется довести до уровня прожиточного минимума – это порядка 11 280 рублей. Пока это еще рассматривается, правительство считает, бюджет еще не принят. Поэтому, скорее всего, где-то в декабре будут приняты эти размеры и с 1 января они вступят в себя. Кроме содействия в поиске подходящей работы, предпенсионерам предлагают обучиться новым специальностям. В этом году такую профессиональную переподготовку прошли около 300 мячей. Бесплатно можно освоить профессию повара, бухгалтера, охранника или лифтера, пройти курсы компьютерной грамотности. По словам специалистов центра занятости, многие рассчитывают на стипендию во время обучения. Но получать ее могут не все безработные. Стипендия выплачивается только гражданам, признанным в установленном порядке безработными. А в соответствии с законом о занятости населения, безработными могут быть признаны незанятые граждане. То есть это граждане, только не достигшие пенсионного возраста, не имеющие работы, заработка и так далее. Для пенсионеров обучение проходит бесплатно, но без выплаты стипендия. Изменение в пенсионном законодательстве приведет к увеличению числа безработных предпенсионного возраста, отметили специалисты. Поэтому с Нового года на биржах ожидают, что обращений станет больше. Любовь Федорова, Максим Баринов, Антенна 7. В свободное от работы время некоторые пенсионеры не прочь поудить рыбу. Бур, удочка, табуретка – вот стандартный набор любителя зимней рыбалки. Сотрудники МЧС просят о мечей захватить с собой также спасательный жилет и 500 рублей. Это штраф за выход на лед в неположенном месте. Уже на озерах, котлованах, а также в затонах реки Иртыш появляются первые закраины льда, на которые любители подлёдного лова рыбы стремятся выйти побыстрее на лед, чтобы заняться своим любимым делом. Вместе с тем, как показывает практика, основной группой риска в данный период времени является учащиеся. Рекомендую родителям провести профилактические беседы с детьми по недопущению выхода детей к водоемам. К другим темам. В Омске сегодня начался первый этап преодоления. Это фестиваль творчества людей с ограниченными возможностями. Две недели будут определять победителей в нескольких номинациях. Изобразительное искусство, инструментальная музыка, театр, вокал, жестовое пение и хореография. А уже сегодня открылась выставка номинантов в категории декоративно-прикладное искусство. Денис Ионас познакомился там с царевной лягушкой. Банки из-под кильки, банка из-под краски, длинные шурупы, банки из-под чая и корона. Все это в зеленом цвете, это с золотой короной превращается в царевную лягушку. И выполнили эту работу два 15-летних ученика адаптивной школы-интерната номер 19. Увидеть и скомпоновать металлические элементы так, чтобы получилась такая фигура, нужно иметь по крайней мере образное мышление, рассуждает еще один участник этой выставки Алексей. Он на конкурс представил свои ягодные фантазии. Я заметил, как на деревьях, на цветах утром бывают капельки росы, они были красивые, я решил их сделать. В доме у меня было две бутылки, зеленая и синяя. Я их покрасил черный цвет и сверху нанес типа хохомы. Вот так как хохомы, это как народное, я решил делать более природные и сделал ягоды и цветные. Несколько дней Алексей покрывал бутылки краской, сушил маминым феном. Добивался желаемого цвета, также с ягодами и цветами. В компактную обстановку экспозиции заплыла и медуза. Ее тельце выполнено из тонко нарезанных веток. Это же какую необходимо иметь фантазию, чтобы в дереве увидеть морскую тематику, уже оценивает работы член жюри. Непростое это занятие определить победителя. На оригинальность мысли, на творческое исполнение, на возможность увидеть мир необычный для ребенка. На это мы, конечно, обращаем огромное внимание. На сцене тоже участники конкурса этого года, но уже именитые. Театр-студия «Параллельный мир» рассказывает историю древних индейцев про подпрыгнувшего мышонка. Актеры преодолевают свои, как принято говорить, ограниченные возможности. И чтобы выйти на сцену, и чтобы произнести текст, и чтобы от смущения не сбежать к родителям в зал. Во Дворце культуры, где и открылся сегодня фестиваль, тоже есть театр для детей-инвалидов и их родителей. Пятый год я работаю в этом учреждении, и когда пришла первый раз, без слез я вообще не могла смотреть. То есть это было для меня каким-то таким тяжелым, своего рода, вы знаете, преградой, преодолением, так скажем, общаться с ними. А вот сейчас, на протяжении вот пяти лет, да, это становятся друзья. Они не любят, когда делают акценты. Они не заостряют на этом внимании. И когда у нас есть специальный подъемник, на сцену поднимаем мы, и иногда он там технически что-то не срабатывает. И то, с каким юмором они, допустим, мы их там вытаскиваем, да, и это все так, они со смехом, с юмором, что я так думаю, знаете, еще непонятно, кто из нас с ограниченными возможностями. Они или мы. Но конкурс есть конкурс, поэтому уже через две недели в каждой из номинаций определят победителей и завершат 22-й фестиваль творчества «Преодоление». Денисона с Андреем Кузьмином, Тенна-7. Известный российский математик Андрей Райгородский посетил Омск. Во время визита в наш город ученый встретился с педагогами и отдаленными школьниками. Ксения Бессараб побывала на уроке. Если в классе сидят 30 человек, какова вероятность, что именно этот любит геометрию? Такую задачу преподнес школьникам профессор. Илья Боярников знает, как найти ответ. Юноша увлекается математикой и информатикой, хочет стать айтишником, заниматься информационными технологиями. Сейчас многие люди математику не любят. А вот ты, наверное, такой очень уникальный человек, которому очень нравится это. Мне кажется, это из-за того, как подают математику сейчас. То есть в том же самом предпринимательстве очень важна логика. В большей части сфер жизни очень важна логика. А логика — это, по сути, информатика и математика. То есть то, как подается технический предмет, очень сильно влияет на то, как сильно он нравится ребенку. Подача важна, с этим не поспоришь. Однако иногда продвинутым ученикам становится мало школьного уровня. Десятиклассник Михаил Давыдов рад, что в его гимназии педагоги умеют увлечь ребенка. Благодаря правильному подходу школьники побеждают в региональных и всероссийских олимпиадах. Если учителя хорошие, они дают достаточно нужной информации. И в итоге здесь у нее нет придирок. Однако иногда все-таки хочется разбавления сухой школьной программы и добавления олимпиадной математики. Это очень важная часть в развитии личности человеческого мышления. И олимпиадная математика, она людям в дальнейшем помогает. Даже в науках, которые не связаны с математикой. Математика окружает нас везде, утверждает профессор Райгородский. И взять, к примеру, обычный смартфон. Многие переписываются с помощью него и звонят, но даже не представляют, какие сложные алгоритмы образуют устройства. Ученые считают, что школьников обязательно нужно увлекать примерами из жизни. Хотя, конечно, под каждого не подстроишься. Одному очень важно увидеть, что да, это действительно работает. Вот продемонстрировать на каком-то примере, как это работает. Рассказать какую-нибудь увлекательную ситуацию, чтобы он почувствовал, что да, это действительно прикладная вещь. А другому надо рассказать что-нибудь такое не школьное, но прям вот совершенно абстрактное. И тоже зайдет. Потому что в школе, ну, мучают какими-то стандартными примерами. Это может быть скучно. А тут вдруг такая на смекалку какая-то задачка, на сообразительность. И вот это может зайти. Ну, у каждого по-своему. Андрей Райгородский – автор нескольких популярных книг о математике. Простыми словами ученый рассказывает о сложном. Эти книжки он привез с собой, чтобы разыграть между школьниками. Такое общение и обучение стало возможным благодаря интеллектуальному центру, успешно работающему в Омске. Его сотрудники развивают дополнительное математическое образование. Имеем достаточно хорошие успехи на этом поприще, так сказать. Наши дети учатся в самых разных престижных местах. Кто-то уже давным-давно работает. Многие за границей, многие в Омске достойно представляют наш центр. Ну, если говорить об образовании, то, конечно, самое главное – это школа. Но дополнительное образование – это наведение такого лоска, блеска, так сказать, на то, что делает школа. Лекции известного математика смогли послушать и школьники, и студенты. О том, как устроен интернет, ученый рассказал учащимся университета имени Достоевского. А еще о мечам рассказали историю Петербурга в стихах. Этот фильм участвовал в фестивале документального кино «Гео-21», где были и наши корреспонденты. В Петербурге мы сойдемся снова, словно солнце мы похоронили в нем. И блаженному, бессмысленное слово в первый раз произнесем. Сурганова без оркестра, зато с томиком Мандельштама. Читать стихи о Петербурге ее позвал режиссер-документалист. Вместе с певицей в проекте заняты другие знаменитые музыканты, актеры театра и кино. Получилось 16 короткометражек. И через кровли низких зданий, все озирая пред собой, ты видишь в сумрачном тумане двух древних скинсов над Невой. Глаза в глаза вперед безмолвные, исполнены святой тоски, они как будто слышат волны иной торжественной реки. Я очень люблю Санкт-Петербург, там бывала не раз. И хочется узнать историю Петербурга именно в стихах. Стихи я тоже обожаю, я посещаю здесь гостиную литературную. Зрители видят, как воспринимался город писателями разных эпох, от Бродского до Шевчука. Как отразились в поэзии революция, блокада, перестройка. Город северо-туманный, красный Петроград, город призрачный и странный, город баррикад. Я вот заметила, что Мабруров стояла не на том месте. Она стояла у моста, и мы бегали в летний сад, вот прямо мимо киностудии Ленфильм по этому мосту и в летний сад. Она стояла, если идти в летний сад, слева. А теперь она стоит несколько в другом месте. Российская премьера была в мае. Сейчас фильм гуляет по сети. Но увидеть его на большом экране – совсем другое удовольствие, говорит Ольга Петровна. На этой неделе я была на днях Эрмитажа в музее Врубеля. И они как бы меня погрузили в эту атмосферу. Поэтому, естественно, желание продолжить. И дальше уже закончить тем, чтобы купить билет и съездить в Санкт-Петербург. Чтобы пройтись по Невскому проспекту, как это сделал музыкант Александр Лушин. Печально я образу по Невскому проспекту. Как полон жизнью он, как много в нем эффекту. Бездельники, дельцы, народ мастеровой проходят и смуют по звонкой мостовой. Заглянуть в Таврический сад вместе с Екатериной Иванчиковой из Айовы. Сад Таврический. Прекрасный. Как люблю в тебе я быть. Хоть тоски мои ужасные ты не можешь истребить. И даже поразмышлять о плохой погоде, как Татьяна Буланова. Стоит чертовская погода. Июнь и лодин-июнь. В Доме кино «Историю Петербурга в стихах» выслушали почтенные зрители. Хотя вообще-то проект нацелен на молодую аудиторию. Он должен популяризировать поэзию. Люди, которые приходят на фестиваль документального кино, они, наверное, хотят посмотреть, не то, что показывают по телевизору, политику сплошную, Сирию с Украиной. Это, конечно, тоже надо, это тоже важно. Но ведь есть еще и другая жизнь. И вот эту другую жизнь мы и показываем. «История Петербурга в стихах» – это не просто фильм о поэзии, а, возможно, зрителям максимально погрузиться в атмосферу северной столицы. Чем и воспользовались Денис Кабаков и Юрий Дорошенко. Антенна 7. Дикая природа в любое время года манит охотников, у которых, как и у любого гражданина России, есть права и обязанности. Одно из них – быть внимательными в отношении диких кабанов, чтобы не допустить заноса и распространения африканской чумы свиней. Для Ивана Ивановича охота – это ее любимое увлечение и работа. Он знает, что АЧС – это особо опасный устойчивый вирус, который может сохраняться во внешней среде годами при любой температуре. Болезнь распространяется стремительно. Если животное заразилось, оно неизбежно погибает. А восприимчивы к вирусу – как домашние свиньи, так и кабаны. Источники инфекции – это больные животные, корм, вода, трупы павших животных, укусы зараженных клещей. Охотничьему хозяйству необходимо вести все правильно, с кормом, с подкормкой, чтобы не завести африканскую тучуму болезни в охотничьих хозяйствах. Обязательно сообщать егерям, если где-то увидели тушу животного, добытых животных разделывать на специальных разделочных площадках. Сообщать егерю о том, чтобы егерь мог утилизировать остатки этих животных. Добытых кабанов необходимо предоставлять для экспертизы и не использовать мясо до получения результатов. Самое главное – не допускать перемещения живых диких кабанов за пределы и внутри нашей области без согласования с ветеринарной службой. Постоянно отслеживать клиническое состояние кабанов в местах их обитания и в любой ситуации сообщать в указанной на экране ведомства. Омские каратисты успешно выступили в первенстве Сибирского федерального округа. В арене велотрека состязались сильнейшие спортсмены из восьми регионов. Наша команда завоевала 8 золотых, 2 серебряных и 16 бронзовых наград. Слово Владимиру Истомину. Быстрые маневры в стойке, правильный выбор действий, мгновенная атака. Победный стиль омских каратистов. Наши спортсмены уверенно соперничали с сильными противниками из Новосибирска, Томска, Алтайского края. Главный вклад в командный успех внесли спортсмены двух старших категорий. Лидеры по числу побед каратисты 16-17 лет. Три золотые медали. Лучшую технику продемонстрировал Михаил Пономаренко. В этом году спортсмен привлекался на сборы национальной сборной. Прибавил во всех аспектах мастерства. Победил в категории свыше 76 килограммов. Каратей сейчас вошел в олимпийский вид спорта. Поэтому сейчас очень большая конкуренция. На тренировках надо отрабатывать. Появляется много разных ударов. Там новые удары ногами. И поэтому я действовал. На более, больше ногами работал. И все, получилось. Иван Румянцев и Захар Пыгтеев выиграли за счет техники. Оба спортсмена действовали в скоростном наступательном стиле. Чередовали комбинации. Блеснули разнообразием ударов. Высоких боковых. Корпус в верхний уровень. Сейчас в карате ценится наступательный стиль, динамика и высокие удары ногами. Поэтому я в последнее время отрабатывал эти удары на тренировках. Также работал на отходе и навстрече руками. Важный вклад опытных спортсменов. Александра Нечипаренко и Екатерина Пустовит победили в споре каратистов от 18 до 20 лет. Острое соперничество младшей возрастной категории. На мяче выиграли три золотых и несколько бронзовых наград. Герой турнира в этом разделе Максим Конченко. 14-летний спортсмен действовал в скоростном наступательном стиле, стремительно атаковал, выиграл главную награду соревнования. Я думаю, я победил из-за того, что я рискнул длинным ударом рукой. Первый раз у меня это не вышло, но во второй раз я заработал балл. Отличные результаты и вызов фаворитам соревнования каратистам Новосибирска. А мячи соперничали на равных. Соседи привезли мощный состав. Дав несколько победителей первенства страны, новосибирцы чаще били сложные удары, одержали серию красивых побед. Я старался видеть соперника в себя, произвести контратаку и набрать этим оценку. Встречаю руками и ногами. Бывалые броски, хорошее добивание. Победа по баллам. Новосибирские каратисты выиграли командный спор, а мячи – вторые. Третий результат показали спортсмены Алтайского края. Итоги первенства подвел главный судья соревнования, директор Омского союза каратэ Алексей Сорокин. Мы получаем дополнительно, постоянно новые источники, методические моменты связанные, технические и тактические новшества, которые используются во всем мире. И, наверное, вот в этом и заключается ключ того, что спортсмены у нас в определенном таком состоянии роста идут, идет прогресс по всем позициям. Все отличившиеся спортсмены по два в каждой категории выступят на первенстве страны. Финальный турнир пройдет в начале декабря в Оренбурге. Владимир Рустомин и Юрий Дорошенко. Антенна 7. Яркий матч и в чемпионате Омской флорбольной лиги. Лидер соревнования команда «Хок» сразилась с сильным соперником клубом «Полет». Классика на старте, позиционные атаки, прессинг, жесткие единоборства в роли распасовщиков-защитники. 79-й номер «Полет» Илья Башкатов и дуэт из команды «Хок» Артур Сулейманов и Сергей Степанов. Все игроки сборной региона. Хорошие задумки, точная игра в пас, броски с дистанцией. Артур Сулейманов открыл счет мощным щелчком из своей зоны. 1-0. Это и тактика такая, и, конечно, получается по игре, потому что на тренировке мы это все отрабатываем, кидаем, пасы раздаем. И получается. Игра в том же стиле. Хороший розыгрыш, броски, отличный момент у флорбалистов команды «Хок», опасные контратаки полета. Игроки в красно-черной форме начали взвинчивать темп, пошли в высокий прессинг. Эта тактика принесла успех. Быстрые атаки. Руслан Турабаев и Каскен Кашумов мастерски сыграли на опережение. «Полет» блестяще использовал свои моменты и повел 2-1. Мы придерживались своей тактики, то есть игра от обороны, игра без мяча. Мы ждали своего момента, терпели, и эти моменты появились. Мы воспользуемся этим. Атаки полета. Хороший момент в начале второго периода. Обмен с сильными бросками с дальней дистанции. Динамичный наступательный флорбул. Классная комбинация нападающих полета. Ильдар Идрисов увеличил перевес в счете 3-1. Быстрый ответ флорбалистов команды «Хок». Зобайдулов Байдулаев сократил разрыв. Игроки полета великолепны в быстрых атаках. Руслан Турабаев бросил в касание. 4-2. Никита Маслаков забил пятый гол. Наигрывали комбинации на тренировках, чтобы было все стабильно и чаще получалось. Вот на игре все получилось. Разыгрывали широкими диагоналями и бросали с бортов. Тайм-аут команды «Хок». Обсуждение нюансов и новые эмоции. Напор. Гол Сергея Степанова. Давление. Еще один точный бросок Артура Сулейманова. Битва на финише матча. Игроки полета сумели сохранить победный счет. 5-4. Соперничество ведущих команд обострилось. Такой же упорный спор в группе «Б». Команда «Эксель» выиграла важный матч у клуба «Звезда». Со счетом 4-2 группа лидеров уплотнилась. На медали претендует пять команд. Сегодня была хорошая игра. Не подкачала сыгранность. Забили быстрый гол. Потом еще отрыв в четыре мяча. Было легко держать. С точки зрения таблицы набрали нужные три очка. Стремимся в первую тройку лидеров. Новые матчи в чемпионате Овской флорбольной лиги будут сыграны 11 ноября. И в центральном в группе сразятся команды «Прогресс» и «Юность». Владимир Истомин, Андрей Кузьмин. Антенна Сиим. На этом у меня все. До встречи в эфире. И эти, и эти, и эти, и эти застегнулись. Обувь на полные ножки «Оскалини». Если у вас полная голень, широкая стопа или размер до 44-го, «Оскалини» то, что вы искали. Зимняя коллекция на Маркса 69 и в Континенте 2. Бутик 147А. Субтитры создавал DimaTorzok